Армения ратифицирует римский статут Международного уголовного суда, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к России, а связано с вопросами безопасности страны. Но все понимают, что в случае приезда Путина в страну, у которого у Путина есть ордер от МОСа, в Армении его обязаны арестовать. Как вы полагаете, почему в Ереване решились и приняли вот такое решение сейчас? И какой может быть реакция Кремля? Безусловно, это политический сигнал конкретно Кремлю, конкретно Путину, поскольку Армения не считает более Российскую Федерацию своим союзником. Она полностью огорчена ситуацией касательно Карабаха. И опять-таки мы видим, что тут идет критика и по линии АДКБ, мы видим, что идут тучения с Соединенными Штатами Америки, ну или и тема с римским статутом, конечно же, в этой же части. Конечно, до прикладного решения использования римского статута далеко, но с точки зрения политики, конечно же, это сигнал сегодня Кремлю, что Москва теряет своих союзников, на которых она могла опираться долгое время. Фактически Армения, которая с 90-х годов ввела такую промосковскую политику, сейчас очевидно, что меняет вектор. И это звоночки конкретно для Путина. Поэтому тут даже компенсация Ким Чен И нам не поможет на самом деле, потому что как раз вот армяно-азербайджанский кейс, он показывает бесперспективность геополитических проектов Москвы, которые идут на постсоветском пространстве. Я напомню, что вот неделю назад первая леди Армении передала гуманитарную помощь Украине. Это было впервые, впервые за полтора года полномасштабного вторжения. То есть тоже видим такой разворот. Да, в том числе это еще один из таких элементов, поскольку я отмечу, в начале войны была информация, что даже помогали якобы другой стороне, то есть тоже гуманитарной помощью. То есть это тоже очень такой яркий пример изменения вектора Армении. Субтитры создавал DimaTorzok